Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу серию коротких видео о том, как расследовать и защищать от уголовного обвинения в коррупционных и должностных преступлениях. Ну вот, буквально несколько минут назад закончился наш вебинар на платформе Legal Academy. И вот, так сказать, по горячим следам этого вебинара я бы хотел раскрыть несколько кейсов. Которые там были рассмотрены. В частности, я рассказывал там о том, что все уголовные дела о должностных и коррупционных преступлениях, впрочем, наверное, как и все другие дела, можно условно разделить на эффективное расследование, неэффективное расследование и незаконное расследование. В свою очередь, незаконное можно разделить на незаконное от непрофессионализма, от глупости, так сказать, и заказное уголовное преследование, прям заказ. И, разумеется, к сожалению, вынужден, как юрист, как бывший следователь по особо важным делам, специализирующийся на этих категориях дел, как ученый, который уже много лет изучает и пишет об этом, я вынужден признать, что подавляющее большинство уголовных дел относятся ко второй категории – неэффективное расследование. К сожалению, встречаются факты незаконного, очевидно, даже для самих следователей и оперативников, очевидно незаконное уголовное преследование. В силу низкой квалификации, в силу того, что возбудились, на момент возбуждения дела думали, что есть судебная перспектива, есть состав. А в ходе расследования выяснилось, что состава нет, но и прекращать вроде бы как очень уж не хочется. И в результате прем и прем. Обвиняем и обвиняем. И человек под стражей. Но совершенно иное дело, когда речь идет об заказных уголовных делах. И такие уголовные дела есть. И, к сожалению, прогноз, научный прогноз, дай бог ошибочный, он негативный. Таких дел в ближайшем будущем будет больше. Экономический пирог сужается. Правоохранителей, склонных к левым заработкам, условно говоря, меньше не становится. А субъекты экономической деятельности, предприниматели, зачастую принимают преступные решения о том, что самый эффективный способ, к примеру, конкурентной борьбы, это заказать уголовные преследования. Ну и правоохранители зачастую хотят заработать. И вот одно из таких уголовных дел сотрудник компании показаний юридических услуг, то есть наш коллега-юрист, получил информацию о проводимых проверках в связи с возможными налоговыми нарушениями со стороны одной из коммерческих организаций. Он разработал аж целый план по вымогательству денег, к реализации которого привлек зам руководителя следственного отдела и следователя этого отдела. По поступившим в следственный отдел материалам из налоговой инспекции было возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Пока что по этой только статье. Наложен арест на счета компании и сфальсифицирован ряд процессуальных документов. Обычная заказуха. Будучи знакомым с руководителем коммерческой организации, юрист договорился с ним о выплате взятки в размере 10 миллионов рублей за снятие ареста со счетов. Получив эту сумму, юрист поделил ее со следователями. Кроме того, предприниматель заплатил еще 3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности за неуплату НДС, а также за общее покровительство его бизнесу. Однако, вместе с тем, бизнесмен, в дальнейшем потерпевший, обратился в правоохранительные органы, видимо, с заявлением о вымогательстве взятки. При получении последней части взятки, юрист был задержан сотрудниками, оперативными сотрудниками, затем задержаны и его сообщники. В результате суд приговорил юриста к 10 годам лишения свободы за посредничество в особо крупном и за использование заведовал подложного документа. Заместитель руководителя следственного отдела к 8,5 годам лишения за получение взятки в особо крупном 290-я часть 6-я и злоупотребление должностными полномочиями. Два состава вменили. Исследователя к 8 годам 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, как и остальным, за получение взятки в особо крупном размере и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Тоже 299-я статья «Преступление против правосудия». Помимо этого, в качестве наказания назначены штрафы на общую сумму 500 миллионов рублей. Что, коллеги, я хотел сказать этим примером? Вот на вебинаре я сказал и буду говорить на будущем онлайн-курсе о том, что по делам адвокат, в частности, должен диагностировать всякое уголовное преследование, какое оно – эффективное, неэффективное, либо незаконное. Если уголовное преследование незаконное, то у адвоката два направления работы. Первое направление – это, собственно, защита. от обвинения по уголовному делу. А второе – это нападение. На мой взгляд, в большинстве ситуаций нужно нападать. То есть, выявлять признаки коррупции, заказного уголовного преследования в деятельности и следователей, и заказчиков, если они есть. Иногда, как вот в этом примере, они соучастники. Очень плохо, когда адвокат концентрируется только на защите и, как говорится, оставляет в покое заказчиков и оборотней в погонах. Дело в том, что пока они чувствуют себя в безопасности, эти следователи и эти заказчики, вы от уголовного преследования не защититесь эффективно. Понимаете, они столько крови выпьют, они еще и шантажировать будут. И ничего хорошего вашего подзащитного не ждет. И поэтому, на мой взгляд, важнейшая стратегическая ошибка адвокатов, защитников – это отказ от второго направления. Отказ от нападения. Здесь, конечно, очень много тонкостей. Дело в том, что, во-первых, вы связаны волей доверителя, а доверитель вам не всегда это дело, второе направление, одобрит. Во-вторых, вы очень рискуете, потому что вы, адвокаты, уважаемые коллеги, вы вовсе не частные детективы, у вас нет соответствующих полномочий, да и, честно говоря, у нас, в целом, даже у частных детективов очень слабенькие полномочия. Поэтому запросто можно выйти за пределы этих самых полномочий и совершить какое-то правонарушение. И мы, конечно, о методах вот такого расследования будем еще с вами говорить на онлайн-курсе и будем возвращаться к этому вопросу в наших некоторых коротких беседах. Ну и важно понимать, уважаемые коллеги, что вот этих самых незаконных уголовных дел, особенно заказных, на самом деле, немного. Значительно меньше, я думаю, чем об этом трубят средства массовой информации и отдельные адвокаты в своих выступлениях, блогах и так далее. Но все-таки эта проблема существует. И вы знаете, коллеги, на мой взгляд, львиная доля из тех комплексов, из того комплекса причин, почему они существуют, это вот пассивная позиция защитников. Коллеги, помогайте, пожалуйста, правоохранительным органам избавляться от оборотней в погонах. Помогайте, пожалуйста, изобличать заказчиков незаконного уголовного преследования. Давайте наводить порядок в этой сфере.